Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо.Спорт в студии Герман Токарев. Для спортсменов хоккейного клуба ТАНО уходящий год был очень плодотворным и принес много побед в различных первенствах. После многочисленных отборочных туров пятеро воспитанников спортивной школы номер 9 смогли попасть в сборную России, тренером которой был назначен Андрей Киреев. За высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях ребята были награждены стипендиями от Министерства спорта Ростовской области. Ребята, получается, после прохождения вторых сборов поехали на первенство Европы, где уже непосредственно показали хорошие результаты. Это, можно сказать, самое яркое выступление команды. Сборная России на протяжении последних 15 лет сборная России не завоевывала таких результатов в таком возрасте до 18 лет. И поэтому ребята очень все переживали, когда выходили уже на европейский уровень. Но при этом, при всем, мы не проиграли ни одной игры. И в финале с шотландцами выиграли со счетом 6-3. Для спортсменов это была желаемая победа. После ответственных игр ребята завоевали золото на первенстве России. И в финале с победителем Европы и Ерлова-Хокея чемпионата 2. И также в победителем 2020 чемпионата Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ За высокие показатели в спорте спортсмены были удостоены областными стипендиями от Министерства спорта Ростовской области. Приятно было в этом году попадать за клуб свой, также выступать. Было приятно, что я попал первый раз в карьере за сборную России. Конечно, сразу стали чемпионом Европы, это очень приятно. И в конце года нас почилили премией, будем стараться работать дальше. Эти были самые тяжелые полуфинальные игры с Уэльсом и финальная игра с шотландцами. Когда мы их выиграли, был самый тяжелый матч, так скажем, в моей карьере. И у меня просто непередаваемые ощущения. Это просто радость, может быть, эмоции, которые мы преодолевали там. Полузащитники Денис Стариенко и Олег Пятилетов поделились своими впечатлениями о запоминающихся моментах в их спортивной жизни. Я могу сказать про чемпионат Европы. Это игра с Белоруссией, когда решилось, выйдем мы из группы или нет. Игра была очень упорной. Был счет 2-2. У нас было очень много моментов, но мы не могли их реализовать. И все же забили гол и выиграли. И вышли из группы. Я думаю, это был финал. Там была упорная борьба с шотландцами. До первого тайма было непонятно, кто выиграет. Они почти сравняли с нами счет. Но потом мы после малого угла вырвались вперед и сделали большой отрыв в счете. Несмотря на сезонное затишье, ребята продолжают тренироваться и готовятся к новому сезону Суперлиги, который стартует весной следующего года. Ивана Пажельцева, Александр Истомин, Азов.Инфо. Воспитанники детской спортивной школы Олимпийского резерва номер 9 приняли участие в областном туре по прыжкам на батуте «Таганрогская чайка». Азовские спортсмены заняли почти все призовые места. Подробности в следующем сюжете. С 13 по 16 декабря команда спортивной школы номер 9 показала отличный результат на областных соревнованиях во всех четырех видах спорта. Начнем с индивидуального батута, так как он является олимпийской дисциплиной. В олимпийской дисциплине, в индивидуальных прыжках Екатерина Катрушенко заняла второе место по программе мастеров спорта. Второе место в прыжках на двойном мини-трампе по программе мастеров спорта занял Прокопенко Андрей. И по программе мастеров спорта в прыжках на акробатической дорожке он стал победителем в этом областном турнире. В личном командном кубке Ростовской области первое место среди женщин по прыжкам на двойном трампе заняла Марина Сологуб. И третье место среди мастеров спорта. В общем, в соревнованиях областном турнире «Таганрухская чайка» приняли участие 265 человек. Это были соревнования среди возрастов 7-8 лет, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 лет. И лично командный кубок это 17 и выше. Наша Ростовская область, в частности школа города Таганрога, одна из лучших школ мира, не только России. Поэтому нам приходится, конечно, конкурировать с серьезными соперниками. Стоит отметить, что воспитанники Олимпийской школы резерва постоянно показывают отличные результаты на соревнованиях, благодаря тренерскому составу. К сожалению, в последние годы на тренеров возложены дополнительные обязанности. На основную работу остается все меньше времени. Переход в спортивную отрасль, как сейчас это называется, переход, это можно сказать, двойная или тройная нагрузка ложится на тренеров. Потому что очень большое количество документов, с которыми приходится работать всем тренером. Раньше, конечно, у нас была направленность в основном на детей, сейчас направленность идет в основном на работу с документами. Но при этом нам приходится вот в этих условиях выживать, работать и продвигать наш вид спорта, несмотря ни на какие препятствия. Но несмотря на трудности, педагоги преданы своему делу, продолжают вкладывать душу в каждого спортсмена и неустанно тренируют для достижения победы. За головой! И вот так вы делаете маму? Мам прижать! А мы идем, окнулись, стоим на стол, вот это где, в вашем комнате. Еще раз, сама подача. Ивана Пажельцева, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. В минувшее воскресенье в Доме детского творчества состоялся турнир по казачьим единоборствам среди юных азовчан и жителей Азовского района. Вчера, 16 декабря, в Доме детского творчества во второй раз был проведен турнир по казачьим единоборствам, посвященный памяти 5-го гвардейского, кавалерийского, донского, казачьего, будапештского, краснознаменного корпуса. Перед началом соревнований руководитель казачьей молодежной организации «Донцы», заместитель атамана по духовно-нравственному и физическому воспитанию Юрий Рыбченко, сообщил о планах по созданию музея легендарного корпуса и представил гостя турнира, правнука казака-воина Якова Осипова Андрея Кривошлыкова, который передал в музей памятные материалы, связанные с его героическим родственником. Он особо не любил разговаривать на эту тему, рассказывал мало. Я больше помню из статей, которые читал, то, что бабушка рассказывала, то, что его впечатление, как он описывал, его служба, допустим, с конем, он очень любил лошадей и помнил, наверное, до конца своих дней своего коня, который прошел с ним, собственно, всю службу. Помню, что попал он на войну в возрасте 17 лет. В турнире участвовали команды юных спортсменов из Азова, Азовского района, а также из города Ейска, Краснодарского края. Сегодня у нас соревнования проходят по казачьему кинжальному бою и тактическому фехтованию. Казачий кинжальный бой – это мягкие имитации, имитирующие оружие. Ребята учатся от них защищаться, держать дистанцию, ну, как бы, познают такие воинское искусство. И тактическое фехтование – это оружие чуть-чуть по длине, тоже оно мягкое, очень безопасное. Здесь уже наподобие, как рубка на шашках происходит. По результатам турнира лучшей стала азовская команда «Артха». Второе место у «Реал Айкидо», также из Азова. Третье – у Кулешовского пернача. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok